Сморгонь 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 При этом ему был возвращен его оригинальный исторический облик. После этого до конца 1980-х здесь размещался выставочный зал. В 1990 году храм вновь стал действующим костелом. Итак, костел в городе Сморгонь, как видим, очень древний, ему уже более 400 лет, и он имеет очень богатую историю. Как и полагается культовому сооружению начала XVII века, архитектура этого храма не очень богата, а наоборот, отличается суровой сдержанностью. В некоторых местах стены храма достигают 3 метров в толщину. Костел в городе Сморгонь, конечно же, привлекает большинство туристов и путешественников благодаря своему почтенному возрасту и богатой истории. Архитектура храма при этом менее привлекательна, зато очень познавательна, ведь она отражает дух целой эпохи, от которой до наших дней сохранилось очень мало архитектурных памятников. При этом костел в городе Сморгонь, будучи одним из этих памятников, почти полностью сохранил свой оригинальный облик, находится в отличном состоянии и служит отличным и редким примером храма начала XVII века. По этой причине костел в городе Сморгонь является очень значительной историко-культурной ценностью и важной достопримечательностью Беларуси. Недалеко от костела в городе Сморгонь имеется католический молодежный центр, здание которого, хотя и современное, но заметное среди городской застройки. Сморгонь 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 Второй важной достопримечательностью города Сморгонь является Спасо-Преображенский православный собор. Данный храм был построен совсем недавно, в начале XXI века, на месте, где и раньше располагались православные святыни. Собор в городе Сморгонь стал архитектурной доминантой всего населенного пункта. Здание этого храма – это одно из самых больших сооружений в городе Сморгонь. Несомненно, что хотя этот архитектурный памятник и современный, тем не менее он уже является интересной достопримечательностью города Сморгонь. К слову, костел и собор в городе Сморгонь Сморгонь расположены совсем рядом с отлично благоустроенным небольшим городским парком. Через этот парк протекает маленькая речка, образующая в этом месте небольшое искусственное озеро. Здесь также расположен памятник знаменитому белорусскому писателю Франциску Богушевичу, который провел последние годы жизни в деревне Кушляны Сморгонского района. Играет музыка Сморгонского района